Интернет как средство общения и проявления активности, средство объединения людей. Сейчас в условиях самоизоляции он как никогда востребован и актуален. Одними из самых прогрессивно настроенных людей, способных воспринимать все самое новое и современное и активно пользоваться интернетом, являются наши дети, под руководством своих педагогов и при поддержке родителей. Память нашу не стереть годами, потому что она передается из поколения в поколение. Это с успехом доказывают юные жители Буйского района, участвуя сразу в нескольких конкурсах. В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне в образовательных организациях Буйского муниципального района запланировано огромное количество мероприятий, различных по форме, по масштабу. Но в условиях сейчас введения режима самоизоляции, в условиях дистанционного обучения особо актуальными формами для нас в этом году стали онлайн-акции. Они проводятся у нас с применением дистанционных технологий. Это акции разные по масштабу, такие как международная акция «Сад памяти», всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» и муниципальная акция «Расскажи о ветеране». Каково же было наше удивление, что дети, родители, семьи, педагогические коллективы подхватили и стали участвовать в этих акциях настолько активно, чего мы даже не ожидали. И сейчас мы можем говорить об огромном количестве собранного исследовательского материала, о каких-то новых для нас открытиях детей-исполнителей, например, прозы, стихотворения каких-то о войне, песен. И мы, конечно, очень рады тому, что действительно в семьях, в душах людей, в сердцах живет эта память. Активными участниками акции стали Барановская, Креневская, Корежская школы, школа номер один имени Ивана Нечаева, поселка Чистая Бары, Шушкодомская школа имени Ивана Семеновича Архипова. Все материалы размещаются в группе образования Буйского муниципального района ВКонтакте. Специалисты управления образованием систематизируют работы, рассказывают о них и благодарят всех участников. К сожалению, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой Бессмертный полк не пройдет шествием по улицам нашего города. Но это не значит, что мы не будем чтить память героев, память наших отцов, дедов, прадедов, тружеников тыла, участников войны. Мы считаем, что не только можно чтить память шествиям, а можно рассказать об этих людях. И именно поэтому с инициативой о проведении акции Бессмертный полк онлайн выступила Барановская средняя школа. В чем суть данной акции? Ребята фотографируются с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны и выкладывают данные фотографии в социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Бессмертный полк онлайн Буйский район Костромской области». На сегодняшний день опубликовано 45 фотографий и рассказов о ветеранах Великой Отечественной войны в социальной сети ВКонтакте в рамках данной акции. Активными участниками, конечно же, являются инициаторы этой акции, это педагоги и учащиеся Барановской средней школы. Увековечить память погибших в Великой Отечественной войне нам помогает еще одна акция. Это акция «Сад памяти». В чем ее особенность? Это международная акция. Она организована с 18 марта по 22 июня и проходит по всей территории нашей страны. К этой акции подключились и учащиеся школы Буйского муниципального района. Данная акция предполагает, если дети проживают в частном секторе, в режиме изоляции они могут высадить дерево в память о герое, в память о родственнике, участнике Великой Отечественной войны, около своего дома, либо на даче. Но не все дети имеют такую возможность, поэтому мы предложили новый формат проведения этой акции. Это «Сад памяти онлайн». То есть ребята рисуют деревья, мастерят поделки, готовят аппликации с теми деревьями, которые будут высажены немного позднее. И размещают данные фотографии также в социальной сети ВКонтакте с хэштегом. «Сад памяти», поскольку это международная акция, и как муниципальная акция, которая проводится в режиме онлайн, с хэштегом «Сад памяти Буйский район Костромской области». Учащиеся Шушкодомской средней школы Шушкодомова Алёна и Шушкодомова Дарья высадили дерево в память о герое Советского Союза, Молчанова Василия Тимофеевича, и разместили данную фотографию со своей историей на странице международной акции. Долгих Екатерина, обучающаяся школой номер один, высадила яблоню «Белый налив» в память о долгах Владимира Павловича. За активное участие девочки были награждены сертификатом всероссийского уровня, и места высадки деревьев были успешно отмодерированы и добавлены на карту организаторами данной акции. Рассказать о ветеранах, почтить их память, помогает нам еще одна акция. Это муниципальная акция. Организатором и инициатором этой акции является Криневская средняя школа. Это акция «Расскажи о ветеране, прочитай стихотворение о войне». В данной акции принимают участие пять школ нашего района. Это школа номер один, поселок Чистые Бары. Это Барановская средняя школа, Криневская средняя школа, Шушкодонская средняя школа и Корюшская средняя школа. Ребята и педагоги этих образовательных организаций рассказывают о своих ветеранах, о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны, записывают видеоролик и размещают в социальной сети ВКонтакте, а также читают стихи о Великой Отечественной войне и эти ролики также размещают ВКонтакте. Признаюсь, что первоначально мы опасались за проведение данной акции, поскольку в домашних условиях видеоролик снять намного сложнее, нежели чем сделать фотографию. Но акция «Расскажи ветеране, прочитай стихотворение о войне» стала настолько популярной ВКонтакте и нашла отклик среди жителей Буйского района, что на сегодняшний день уже размещено 42 ролика, и ролики не просто размещают, а за них голосуют. И по результатам голосования на 7 мая 76 голосов набрал стульников Артем, учащийся 3 класса школы номер 1 поселка Чистые Боры, прочитав стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Анна Быкова, ученица 1 класса школы номер 1 поселка Чистые Боры, прочитав стихотворение Тамары Липатовой «Вечно живые», набрала 44 онлайн-голоса. И буквально за несколько последних дней ролик Екатерины Долгих набрал 45 голосов. То есть вы видите, это вот наши лидеры на 7 мая, но количество роликов ежедневно меняется, количество голосов также меняется, потому что к этому подключились все пользователи социальной сети ВКонтакте к данной акции, не только жители Буйского района. И появляются все новые и новые участники ежедневно данной акции. Лидерами онлайн-голосования также являются учащиеся Шушкодомской средней школы. Очень много стихов рассказывают обучающиеся, очень много историй интересных о своих родственниках, ветеранах, о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Мне бы сейчас хотелось сказать несколько слов о том, что в этой акции активное участие принимают педагоги Креневской средней школы, то есть того самого инициатора данной акции. На странице социальной сети ВКонтакте прозвучали стихи в исполнении учителя начальных классов Ефремовой Ирины Владимировны, учителя математики Смирновой Татьяны Николаевны, рассказ учителя истории и общества знания Ефремова Николая Борисовича о проекте, который разработали и реализовали школьники Креневской школы, «Книга памяти». Прозвучал рассказ Лебедева Елены Владимировны о своем дедушке, ветеране, участнике Великой Отечественной войны. Коллектив Креневской школы не просто стал инициатором данной акции, не просто стал участником, он объединил всю общественность Буйского района, педагогическую, ученическую в данной акции. Они привлекли к этой акции выпускников прошлых лет и всех жителей села Кренева. То есть вот насколько эта акция сейчас в нашем районе, в социальной сети ВКонтакте популярна. Хочется отметить, что это не весь перечень акций, в которых участвуют учащиеся и педагоги Буйского района. Например, Барановская средняя школа, она принимает активное участие во всероссийских акциях, таких как «Сирень победы», «Окно победы». Но мне хочется отметить, что в заключении своего выступления, что данные акции дают возможность детям чтить память и историю своей страны, своей семьи и помнить о тех людях, которые в тяжелых условиях защищали и освобождали свою родину.